Сегодня, 19 августа, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и с президентом Международного комитета Красного Креста Петром Маурером, который дал высокую оценку мерам, предпринятым с российской стороны в плане организации масштабной акции по оказанию гуманитарной помощи населению иго-восточных районов Украины. Петер Маурер также отметил, что все аспекты обеспечения безопасности гуманитарного конвоя и персонала Международного комитета Красного Креста, который будет задействован в данной операции, российской стороной и ополченцами обеспечены в полной мере. Вместе с тем, пока не удается получить необходимые гарантии безопасности прохождения конвоя и последующего распределения гуманитарной помощи с украинской стороны. Сергею Ламровым и Петером Маурером были констатированы острая необходимость срочно решить с украинской стороной остающийся вопрос в области обеспечения безопасности. Российский министр выразил надежду, что вызывающая тревогу промедление с предоставлением гарантии безопасности не является попыткой Киева или иных сил сорвать важнейшую гуманитарную акцию. Он напомнил, что обстановка в районах боевых действий с точки зрения обеспечения населения продовольствием, водой, электричеством ухудшается с каждым днем. Разрушается инфраструктура, больные остаются без лекарств, дети без питания. Во многих населенных пунктах нет предметов первой необходимости. Срочная доставка российской гуманитарной помощи сейчас важна как никогда. Подчеркнуто, что с российской стороны изначально было выражено согласие с тем маршрутом следования гуманитарного конвоя, который был предложен Киевом. Однако затем украинская сторона предложила его изменить, поскольку не была уверена в возможности обеспечить безопасность следования гуманитарной помощи. Мы на это дали согласие. Министр иностранных дел России и президент Международного комитета Красного Креста условились предпринять в ближайшие часы энергичные меры с целью урегулирования вопроса о скорейшем начале отправки российского гуманитарного груза по назначению. Продолжение следует...